Как хорошо, что мы с тобой по очереди готовим. А я думаю, кто больше готовит? Мне кажется, ты больше готовишь. Кто больше ест, он больше готовит. Да, дочь, да, дочь. У меня не вмещается за курицу. С вечера поставила горох. Завтра своих порадую гороховым супом. С копченостями. Нет, наверное, не разварится. Придется его толкушкой растолочь. Или блендером. А здесь у меня уже бульон. Нет, наверное, еще не готов. Купила ребрышки. И ребрышки копченые. Все завтра. Зима наступает. Сколько ребятишек рады первому снегу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как здорово. Я все равно люблю зиму. Очень люблю. Сразу тянет на дачу. Почистить дорожки. Потаскать воду. Затопить баньку. Да, да. Чарли. Зови Максима гулять. Снег на улице. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Сейчас. Максима, гуляй. Тихо. Там снег. Ура. Ой, 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 как строго. Что такое? Что такое? Что это за разговор? Нет, Надюшка, я не врушка. Я не буду говорить на камеру, что я соврала. Врушка, врушка. Я все-таки тебя знаю. На данный момент счет семь, пять у нас тут. Все? Все отбила? Да. С сыром будешь? Нет, Надюш, дело? С сыром, с помидорами вернется. Хорошо. Как мясо по-французски, как у курицы по-французски. Угу. Сток кастрюль, прям как будто у нас кафе открыто. Вот реально. Что так будто? Ну, у нас реально кафе открыто. Такой беспорядок. Мне на канале говорят, Надюша. Как хорошо, что мы с тобой по очереди готовим. А я думаю, кто больше готовит? Мне кажется, ты больше готовишь. Кто больше ест, он больше и готовит. Да, дочь, да, дочь. Я не вмещаю, я всегда курица. Так, ну, отложи, и я ее сру и съем. Она у тебя не вмещается. Ну, сонки можно оставить чуть-чуть вот так вот? Ну, оставь. Хорошо, ладно. Чарлику нельзя? Нет, чарлику нельзя, сонки можно. Мне кажется, я хочу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 все столы заняты, я хочу сказать, что мне на даче проще почему-то снимать, когда я что-то готовлю. Проще поставить где-то треногу, не с такого ракурса, ну, потому что на даче больше места, а здесь, ну, вот, ну, нету места, нету, там не поставишь, чтобы поставить треногу, там нужно что-то убрать, там подвинуть, в общем, мне это очень неудобно. Вот, поэтому я снимаю, прям, знаете, как точечная, как точечная застройка, да, точечные какие-то такие моменты. В общем, готовлю я сегодня гороховый суп. Я заметила, что горох бывает разный, иной раз, прям, часов пять его варишь, варишь, выключаешь, томится, и все равно приходится через блендер его проворачивать, чтобы он был помягче. А сегодня открыла крышечку, смотри, ай, волшебный, прям, вот, вот, все, что я хотела, как я и хотела, даже без блендера. Как мне говорят, сорока, сорока, хватит трещать. Это все, знаете, вот трещотка, трещотка, да, это всегда такой мой настрой, всегда моя такая жизненная позиция. Так, все, потом с вами поговорим, а сейчас давайте готовить. Вот, смотрите, как всегда, рекламирую Найсер Дайсер. Морковку он мне порезал кубиками. Сейчас я обжарю отдельно от лука. Морковку он мне порезал кубиками. Морковку он мне порезал кубиками. Продолжение следует... Вот о чём я говорю, что вот посмотрите, за ночь весь горох прям как пюрешкой стало. А ещё мне приятно, что вы помните, что мой день начинается с кусочка сала. Помните, когда я была на даче, я говорила о том, что секрет моей молодости. Конечно же, с маленького кусочка сала. Вот 30 грамм, но здесь, по-моему, меньше, по-моему, здесь грамм 15. И тем не менее, я начинаю с этого кусочка. Ну и теперь, как всегда, копчёные рёбрышки сейчас обрежу. И пропущу через блендер. Да уж, костюнка оказалась маловато. Чуть приходится в двух костюлях варить. Ну, я так думаю, сейчас ещё картошка, горох возьмут в себя, жидкость и бульон. Мешаю всегда деревянной ложечкой, потому что горох имеет свойство пришквариваться ко дну. Кстати, ой, камера запотела. Кстати, маленький-маленький секретик, который, может быть, вы знаете. Чтобы горох лучше разваливался, его нельзя солить до поры до времени. Соль является в этом случае консервантом. Очень не хочу, чтобы так получилось, когда жена с укором говорит мужу. Я тебе заботилась, когда тебе было плохо, я тебе суп приготовила. А муж спрашивает. А ты ничего не перепутала? Это сначала ты мне суп приготовила, а потом мне было плохо. Но понятно же, я готовлю гороховый суп. Ой, не знаю, не смешно, наверное. Кстати, хотела у вас, мои дорогие подписчицы, мои дорогие подписчики, спросить. Меня учила этому свекровь. Почему-то не мама, а именно свекровь, наша дорогая, наша дорогая Анна Кирилловна. Когда сварен суп, то мы должны чуть-чуть приоткрыть крышку. Зачем? Но я все года, сколько мы живем с Сашей, все 36 лет, я так и делаю. Сварила суп и никогда не держу его вот в таком состоянии. Несмотря на то, что уже вот эти вот там дырочки сделаны заводом-производителем, изготовителем, она до сих пор открывает крышку. И мне говорила, вот так вот. Зачем? Субтитры сделал DimaTorzok